Продолжение следует... Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале про нас, ссылку на который я дам внизу под этим видео. Сразу хочу сказать, что информация об этих преступлениях взята из открытых источников, и за достоверность изложения деталей преступления мы не несем ответственность. Мы лишь анализируем ту информацию, которая размещена в свободном доступе. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Субтитры создавал DimaTorzok После того, как она заманила его романтическим вечером. Стейси Шок в свои 38 лет работала администратором Центра позвоночника и нейрохирургии Джорджии в округе Деклаб, штат Джорджия. В то время она была замужем за Ричардом Шоком, который был ее пятым мужем. Ричард также усыновил двоих из троих ее сыновей, и поначалу казалось, что у пары счастливый брак. Кузена Стейси, Конни Хирн, вспоминает, что Ричард был лучшим среди ее мужей. Ричард был для них отличным отцом, сказала Хирн. Он многое сделал для их брака. 46-летний Ричард Шок страстно любил полеты на воздушном шаре, но больше всего он любил разведку и был лидером отряда скаутов. 14 февраля 2010 года 46-летний Ричард Шок и его тогдашняя жена Стейси Шок устроили свидание, чтобы обменяться подарками в парке Белтон-Бридж, Джорджии. Чтобы оживить их семейную жизнь, Стейси сказала Ричарду, что было бы здорово, если бы они встретились в парке ночью, приехав на разных машинах. В тот вечер Ричард готовил ужин для Стейси, ее бабушки и дедушки. Стейси попросила его пойти в парк раньше нее, потому что ее задержали на работе. Но когда она добралась туда, Ричард был уже мертв. В него выстрелили шесть раз. Трижды в грудь, дважды в голову и один раз в руку. Его автомобиль все еще находился на месте происшествия. Она тут же позвонила в 911. Этот безумный голос принадлежит 38-летней Стейси Шок. Шок позвонила в службу 911 округа Холл после того, как сообщила полиции, что обнаружила, что ее муж, 47-летний Ричард Шок, был убит несколькими выстрелами в парке Белтон-Бридж в округе Холл. На момент убийства Ричарда Шока следователи располагали лишь ограниченным объемом информации о том, как мужчина из округа Гвиньот оказался в пустынном парке поздно вечером 14 февраля. Стейси сказала диспетчерам, что, когда она въехала в парк, чтобы встретиться со своим мужем, она сразу поняла, что что-то не так. Как только я въехала в парк, то увидела его грузовик. Как только я вышла из машины, то увидела, что он лежит на земле. Когда мы обыскали его грузовик, мы обнаружили, что в центральной консоли было 40 долларов, сказал лейтенант Франклин. Его часы были на руке, его обручальное кольцо, его бумажник были при нем. И если это было ограбление, то там стоял грузовик стоимостью около 40 тысяч долларов, который они могли запрыгнуть и угнать. По словам лейтенанта Франклина, который был одним из первых на месте происшествия, с самого начала что-то было не так. Стрельба оказалась слишком чрезмерной, чтобы быть случайной. Ричард был обычным парнем, который не был вооружен. И он шел туда, и ему было достаточно комфортно, чтобы выйти из этого грузовика и подойти к человеку, который в конечном итоге застрелил его, сказал Франклин. У властей не было никаких вещественных доказательств на месте происшествия, кроме неизвестного комплекта протекторов шин. Мы видели следы Ричарда. Мы видели следы, которые оставил Форд Эксплора в Стейси. Но был и третий набор следов, которые шли из парка. За ними можно было следить с дороги, сказал Франклин. Итак, это говорит нам о том, что автомобиль, оставивший эти отпечатки, был там до того, как туда приехал Ричард, а затем уехал, предположительно, после его смерти. Полицейские полагали, что следы от шин должны были принадлежать убийце. Но сопоставить их с машиной для побега было бы все равно, что найти иголку в стоге сена. Во время допросов Стейси призналась, что у нее был роман с неким Хуаном Рейсом. Несмотря на отсутствие медицинского опыта, Стейси наняла Хуана ассистентом хирурга. На тот момент роман длился много лет. Она рассказала полиции, что Рейс ранее работал охранником в шикарном отеле. Все это выглядит как классическое преступление на почве страсти. Ревнивый бойфренд хочет убрать мужа Стейси из поля зрения. Когда мы спросили ее, считает ли она, что Хуан виновен, она сказала, что не хочет думать, что он виновен, но она не знает, сказал лейтенант Франклин. Полиция узнала, что Хуан Рейс – разведенный отец с кучей детей, и ему не хватало денег. Стейси осыпала Рейса подарок, платила за его грузовик и мобильный телефон, брала его с собой в романтические путешествия. Хуан даже жил в одном из домов Стейси. А еще у них было тайное квартирное любовное гнездышко. Хуан Рейс стал подозреваемым номер один в убийстве Ричарда Шока. Полицейские задержали его на следующий день в офисе. В участке шерифа он даже согласился поговорить с детективами без присутствия адвоката. Он отрицал, что имеет какое-либо отношение к убийству. Детективы завалили Рейса вопросами. Он согласился на проверку на полиграфе. Результаты были неубедительны. Хуан Рейс сказал полицейским, что, несмотря на развод, он на самом деле пытался примириться со своей безработной бывшей женой. Он рассматривал Стейси как средство для достижения цели. Знал ли Ричард? Возможно, он пытался предотвратить это дорогостоящее дело. Детективы продолжили копать глубже. Где был Хуан Рейс в ночь на День Святого Валентина? Чтобы проверить его алиби, детективы вскоре побеседовали с его бывшей женой, которая сказала им, что его отношения со Стейси были довольно близки, но подтвердила его алиби. Когда его местонахождение было подтверждено, Хуан Рейс был оправдан. Следователи знали, что на кровавом месте была найдена, по крайней мере, одна зацепка – загадочный набор следов от шин, обнаруженных на мокрой земле. Полицейские искали, одержимо пытались вычислить марку шин. Они определили, что шина, которую они ищут, была Гудеер Интегрити. Но в этом районе было множество автомобилей, использующих шины этой марки. Поиски могли оказаться невыполнимой задачей. И когда полицейские уже почти потеряли надежду, неожиданная подсказка быстро заставила копов задуматься. Не хотела ли Стейси избавиться от своего пятого мужа? «Нам позвонил IT-специалист из клиники позвоночника, где работала Стейси», – сказал лейтенант Дэн Франклин. Его работа заключалась в том, чтобы очистить аккаунты сотрудников от нежелательной почты. IT-специалист рабочего места Стейси сообщил полиции, что ее почтовый ящик был пуст за несколько дней до и в день убийства. Это показалось технику странным, и он предоставил властям резервные копии. Детективы немедленно получили ордер на все электронные письма Стейси. Одно из них написано за несколько недель до убийства в банк. Просьба перевести 8902 доллара со счета недвижимости, который был в кабинете врача на личный счет леди по имени Ле Нитра Рос. Любопытно, что за несколько дней до того чертового дня Святого Валентина Росу был отправлен еще один денежный перевод. В пятницу перед убийством через Сантраж поступил еще один запрос на еще один перевод на 1100 долларов, который также был переведен на личный счет Ле Нитры Рос. Ле Нитра снимала дом у Стейси, и когда ее спросили о деньгах, она заявила, что это на ремонт дома. Ле Нитра Рос сказала, что может обеспечить ремонт дома и ремонт водопровода. Ле Нитра также работала фильтром в той же клинике. Появилась еще одна подсказка. На этот раз от кузины Стейси. «Машина моих бабушек и дедушек – импала. Конни Хирн была человеком, которого больше всего беспокоила машина, и она очень настаивала на том, чтобы мы взглянули на нее», – сказал лейтенант Франклин. «Шевроле импала был автомобилем, подаренным Стейси для продажи, а вырученные деньги пошли на медицинские расходы ее бабушке и дедушке. Но, как ни странно, импала пропадала на несколько недель с подъездной дорожки Стейси, а затем внезапно появлялась вновь. Чего у Стейси не оказалось, так это денег. Стейси утверждала, что она получила, кажется, 14 тысяч долларов, но мои бабушка и дедушка так и не увидели этих денег. «Я подумала, что это странно», – сказала Конни Хирн. Что еще более подозрительно, следователи находят импала, припаркованную у дома Ленидры Рос, с шинами той самой марки – Гудьерр Интегрити. Вскоре записи телефонных разговоров связали Ленидру и ее парня Реджинальда Коулмана со Стейси. Франклин запросил для суда телефонные записи, сделанные примерно во время убийства. «Когда вы звоните по телефону, ваш номер, набранный вами номер, дата, время и продолжительность звонка фиксируются на вышке, и эта информация сохраняется на вышке», – сказал лейтенант Франклин. Вышка обслуживала четырех крупных операторов, тысячи страниц записей. Но у упорного следователя возникла идея сравнить номера вышки сотовой связи номерами в списке контактов Стейси, и посмотреть, выпадет ли совпадение. «Я должен был найти способ. Я должен был научиться делать это», – сказал лейтенант Франклин. «Примерно через час после этого поиска я нашел номер, который был в телефоне Стейси, по которому звонили из парка Белтон-Бридж или башни, обслуживающий парк Белтон-Бридж. В ночь убийства около 20.40». Так что этот телефонный звонок в 20.40 был очень убедительным фактом. Номер телефона, прикрепленный к этому звонку, был указан в контактах Стейси, как парень по имени Реджи, также известный как Мистер Результат. Еще более убедительным был номер, по которому звонил Реджи. «Поэтому я вернулся и посмотрел, и я должен был узнать номер, потому что он уже был в моих заметках, потому что это была Ленитра Росс». Сказал лейтенант Франклин. Это принесло свои плоды, поскольку они сосредоточились на звонке, сделанном примерно во время убийства Ричарда. Реджинальд Коулман – личный тренер и бывший полупрофессиональный боксер, который проводил занятия в тренировочном лагере в офисе Стейси. «В этот момент все начало складываться, потому что мы уже рассматривали произошедшее как заказное убийство, и была найдена третья часть треугольника, потому что мы подозревали, что Стейси была стержнем. Ленитра Росс получила деньги за несколько недель до, и теперь это был наш третий человек, который, как мы чувствовали, был причастен», – сказал Франклин. Реджи звонит из парка в ночь убийства в 21.40, и мы чувствовали, что этот звонок должен был сообщить Ленитре, что это было сделано. А затем Франклин обнаружил серию леденящих кровь текстов. Через три минуты после этого телефонного звонка Ленитра написала Стейси смс и сказала, «Забыла сказать тебе, что завтра приду поздно. Кстати, с Днем Святого Валентина». И оказывается, что с Днем Святого Валентина был сигналом Ленитры для Стейси о том, что Ричард мертв и что она может найти его», – сказал лейтенант Франклин. «Наконец, последние кусочки этой грязной головоломки собирались воедино. Мы начали рассматривать произошедшее как заказное убийство», – сказал Франклин. «Мы должны были внести в дело момент с деньгами, и поэтому, как только мы получим финансовые отчеты, мы готовы приступить к арестам». Теперь копы могли сделать свой ход и арестовать Стейси Шок. Операция называлась «Спутанная паутина», «Это была огромная скоординированная работа, огромная командная работа», – сказал лейтенант Франклин. «Это потребовало тщательного планирования. Мы получили семь ордеров на обыск в четырех разных округах, три ордера на арест, и все за один день». Их самой большой проблемой была синхронизация арестов, чтобы игроки-убийцы не предупредили друг друга. Первым арестованным стал Редж, затем Ленитру схватили на остановке. А затем полиция уверенно напала на Стейси, в том месте, где она планировала так много, в ее офисе. «То-то в том офисе сказал Стейси, что полиция уже здесь, и ей нужно бежать», – сказал лейтенант Франклин. Итак, Стейси спряталась в больнице и, по сути, укрывалась в месте, где она находилась внутри комнаты, доступ к которой был только по карте. «Так что мы не могли добраться до нее. Полиции не потребовалось много времени, чтобы найти ее в этой комнате. В конце концов, она сдалась». Наконец, спустя три месяца после кровавого убийства Ричарда Шока в День Святого Валентина, Ленитра, Реджи и Стейси столкнулись с неприятными вопросами. Хотя расследование выявило заговор с заказным убийством, который, по-видимому, был организован Стейси, мотив оставался неуловимым. Все трое были арестованы, и первая заговорила Стейси. Она сказала, что считает, что Ричард изнасиловал ее сыновей, о чем она сказала Ленитре. Стейси добавила, что в детстве она также подверглась сексуальному насилию. Затем Ленитра сказала Стейси, что ее парень может убить Ричарда, так как выполняет подобную работу на стороне. Она договорилась о встрече, и Стейси согласилась заплатить Ричарду за убийство ее мужа. Но позже сын Стейси признал, что Ричард никогда не трогал его. И по словам Стейси он сказал, «Прости, что я преувеличил. Мне жаль, что я сказал все это. Я раздул все это до предела, мама». У Реджинальда, похоже, не было никаких опасений по поводу заговора с целью убийства или участия в убийстве по найму. Связь стала очевидной, когда они поняли, что Реджинальд звонил Ленитре и что он ее парень. В качестве компенсации Стейси заплатила Ленитре около 10 тысяч долларов за то, чтобы она вместе с Реджинальдом спланировала убийство. Деньги в основном шли Реджинальду. Платой Ленитре за убийство было бесплатное проживание в доме, принадлежащем Стейси. В ходе расследования выяснилось, что у Ричарда также была страховка жизни на сумму 560 тысяч долларов, которую Стейси могла получить в случае его смерти. Стейси также раскрыла более подробную информацию о плане. Она сообщила полицейским, что Ленитре устроила встречу, на которой они разработали план хладнокровного убийства Ричарда Шока. Затем он сказал, «Я слышал, тебе нужна помощь, чтобы кое-что сделать». И я подумала, «Ну, может быть». И я сказала ему, что у меня есть серьезное подозрение, что я думаю, что он пристает к моим детям. А потом спросила, «Сколько наличных?» И он сказал, «Ну, я думал, около 10 тысяч». Я подумала, «Хорошо», сказала Стейси в записи допроса. Чтобы подсластить сделку, Стейси согласилась подарить Реджи импалу, ее бабушке и дедушке. Ленитра получит дом, который она снимала от Стейси. Через неделю все трое отправились осматривать место преступления в парке Белтон-Бридж. Он сказал, «Да, это идеальное место». И даже сделал несколько комментариев вроде, «Возможно, мне придется использовать это место чаще», сказала Стейси следователям во время записи допроса. Она сказала, что хотела, чтобы убийство выглядело как ограбление, и разозлилась, когда Реджинальд не забрал вещи Ричарда. Стейси также хотела, чтобы ему выстрелили в голову только один раз, утверждая, что она не хотела, чтобы ее муж страдал. В конце концов, количество улик и признания Стейси означали, что все трое будут осуждены. После их ареста, Ленитра заявила о своей невиновности, а Реджинальд все отрицал. Однако Стейси призналась и согласилась дать показания против Ленитры. В декабре 2012 года, пока Ленитра предстала перед судом, Стейси и Реджинальд признали себя виновными в убийстве со злым умыслом. Прокуратура отменила смертную казнь Стейси в обмен на ее показания против Ленитры. Перед защитой стояла задача убедить судью в том, что пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения через 30 лет будет более подходящим и милосердным наказанием. Они попросили рассмотреть смягчающие факторы, а именно предполагаемое сексуальное насилие шок в детстве, о котором она сообщила судебному терапевту во время заключения. Защита также попросила рассмотреть положительное взаимодействие шок с другими сокамерницами и ее сотрудничество с окружным прокурором. Позже Стейси шок раскрыла другую и предполагаемую настоящую причину, по которой она приказала убить своего мужа. Теперь она заявила, что боялась потерять опеку над детьми, если они с Ричардом разведутся. В конечном итоге, я думаю, что ее мотивом было просто жить без Ричарда, и это было в ее глазах единственным способом добиться этого, сказал лейтенант Дэн Франклин. Стейси шок контролировала, потворствовала и манипулировала, заявила окружной прокурор округа Ол Дарли. Она использовала людей в той мире, в какой они были ей нужны, а кроме того, они просто не имели для нее значения. Али говорит, что Трио думала, что они совершили идеальное убийство и что они могут легко перехитрить полицейских из маленького городка, но они ошибались. Росс так и не признала свою причастность к убийству, но в августе была приговорена к пожизненному заключению. Коулман признал себя виновным и также будет отбывать пожизненный срок в тюрьме. Все трое проведут остаток жизни за решеткой, без права до срочного освобождения. С момента осуждения Тейси находится за решеткой. Ее семья говорит, что она нашла Бога и сейчас учится, чтобы стать тюремным служителем. Три ее мальчика уже выросли. Двое из них окончили школу. Младший живет со своим биологическим отцом. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления? И как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологичной личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Субтитры создавал DimaTorzok